Испокон веков многих интересует вопрос, есть ли Бог, что такое Бог, что Он из себя представляет, как проявляется Он, существует ли Он, можно ли Его пощупать, можно ли Его увидеть и так далее. Но можно начать с самого начала. Бог есть. Это высшее проявление изначального света. Издревле к Нему поклонялись как солнцу, огню и весь свет во всем Воплощении. Это как олицетворялось с Богом. Ну, по сути, так оно и есть. А вот Бог это не то, что мы видим в храмах, в местах Его поклонения, что Он из себя представляет. Это уже не Бог. Это так. Картинка, какое-нибудь там изображение, косточка святого, так называемого, который поклоняется, она забирает в себя всю энергию и потом одаривает так называемым благом. На самом деле никакое это не благо божественное, это все человеческое. Человек переполняет эту энергию на какую-то вещь и эта вещь отдает ему сполна. В другой форме. Поэтому, если уж отвечать на вопрос так категорично говорить, есть ли Бог, то Он есть. Но также есть множество свидетельств, что Бог это изначальный свет. И никакие там вот эти все человеческие материи, олицетворения там святых, ни к чему божественному это и не имеет. Это так, как говорится, пыль в глаза. Ну а если уж говорить об этом глобально, то это будет целая длинная лекция. Ну я не хочу пускать длинную лекцию на эту тему. Я скажу покороче, что Бог это то, что нас окружает, то, что мы видим и все Его воплощения. Но также не надо забывать, что помимо Бога есть еще и более темные силы, которых, кстати, также не стоит бояться. Это не так, что вот как учит тоже христианство, что свет это хорошо, тьма это плохо. Я скажу так, все хорошо и свет и тьма, как темные, так и светлые. Все могут помочь в чем-то. Просто, как говорится, светлые помогают в чем-то, как в основном, таком духовном, что-то там уберечь, помочь. А темные дают все, что вы захотите. И бывает, они не требуют такой сильной цены. Но они так же, как и светлые, просят, чтобы им поклонялись. Это у них, пожалуй, такое единственное условие. Потому что энергия человека – это все, что им надо. Энергия любви. Если поклоняется довольно-таки много количества людей, они отдают такое количество энергии, о котором даже ни одна сейчас современная машина не может о таком мечтать. Энергия любви – это все. Энергия – это поклонение, почитание. Поэтому, допустим, тот же сектант, который открывает свою секту, заявляет в себя, что он – бог, и все, ему должны поклоняться. И в результате этого можно видеть, что ему просто народ отдает неисточимый источник энергии, благодаря которому, если, допустим, этот сектант поклоняется темным силам, то он может эту энергию обменивать на дополнительную жизнь. Также еще существует такое поверье. Если тебе поклоняется большое количество народа, и ты можешь забрать их силу, то также благодаря темным силам ты можешь эту силу обменять на бесконечную жизнь. Что тебя могут вычеркнуть из книги живых и писать книгу мертвых. Это, как говорится, получаешь такое своего рода бессмертие. Это, конечно, как говорится, это миф. Но, как говорится, можно еще к этому добавить народную поговорку «нет дымом без огня». Поэтому, если уж так говорить, то можно придерживаться таких, как говорится, версий. Ну, если вот... И вот говорят, что... Вот некоторые считают, что у человека есть душа, ее можно продать и все такое. Ее, конечно, но это не означает то, что вы продаете там или отдаете ее за какую-то там определенную там задачу. Это говорит о том, что вы поклоняетесь кому-то, и он, благодаря вот этой энергии, он забирает вашу энергию. А если это идет длительный период времени поклонения, то источается энергия и забирает душу тот существо, которому вы поклоняетесь. Это может быть тот же бог, тот же там какой-нибудь покровитель или еще кто. Или, допустим, та же икона, которая там молится без конца, что там она помогла бы в том, да в том, да в том. А также вот этот лик, который изображен, это не просто так, это лик какого-то там даже, может быть, демона, который это все забирает, который к этому присасывает. Там какой-нибудь типа оберега. Также. Вот повод... Те, кто не знает, можете получить историю, посмотреть, как это вообще все действует. Но даже вот так же вот носят камни-обереги. А знаете, откуда этот камень, что он олицетворяет издревле? Надо изучить для начала все тут, все подноготно, чтобы уже делать себе там какие-то обереги из чего-то или еще из чего. Что с чем его олицетворяли в древности. Потому что, как говорят вот сейчас, говорят, что древние люди это там темный лес, который ни в чем не разбирались. На самом деле с этим можно не согласиться. По той причине, что сейчас можно сказать, что это сейчас темный лес. Народ живет в эпоху тьмы. Он как не разбирается ни в чем. Потому что это получается так оно и есть. То есть у народа закрыли память родовую, без которой он бессилен, ему внушают то, что хотят. То, что, как говорится, ему нужно знать, а не то, что он должен знать. А вот под этот нужно входит весь мусор, который ему не нужно знать. Так что вот смотрите, решайте. Это ваше жизнь. Я никого учить не собираюсь. Я говорю как есть. Кому это надо, тот, конечно, будет делать как надо. Так же, вот если вы сейчас спросите, что где источники этого всего? Где это все? А источником является то, что... Как говорится, это сознание человека. Поэтому только сознание является и память у человека тем, что он, как говорится, помнит. Поэтому если говорить о том, что где источник и все это, то источник это вы сами. Как говорят об этом множество тех же записей. Об источниках. Источник это вы и ничто другое. Поэтому сами решайте, что вам надо, что вам не надо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. На этом пока все. Будет продолжение. Спасибо. 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 Продолжение следует...